Мы уточним сразу, что это уже название не аптека, а аптечный пункт номер 28. И правительство края сделало все это целенаправленно в связи с тем, что аптечные пункты имеют определенные ограничения и в штатной численности, и, естественно, в минимальном ассортименте медицинских препаратов. Так, например, допустим, при работе именно аптеки там было несколько работников, то есть работник торгового зала и заведующая, которая составляла заявки и так далее. Плюс уборщица, ну ладно, если мы в этом говорим об этом помещении, то тут вроде как своя уборщица. Но второй момент, это именно минимальный ассортимент лекарственных препаратов. Если при аптеке это минимальный ассортимент более 60 наименований, то в аптечном пункте 17 наименований. Соответственно, ну, как говорится, ну, нету и не надо начинать. Вот мы 8 декабря 2022 года проводили рабочую встречу в здании законодательной думы Хабаровского края, где присутствовал сенатор Совета Федерации Сергей Вячеславович Безденежных, где присутствовали представители и Минздрава, и ДВЦ, и КДМО, и депутаты законодательной думы, где, конечно же, на мой взгляд, ряд предложений, прозвучавших, ну, для меня лично я их считаю абсурдными, такие как организовать выездную торговлю, как было сказано Ольгой Вячеславовной Ушаковой о том, что на примере поезда здоровья, ну, такое впечатление, что, ну, тогда, ну, раз в месяц или раз в год будет приезжать этот аптечный пункт или аптека так называемая, ну, болезнь-то не будет спрашивать, есть у тебя лекарство или нет, она придет тогда, когда она придет. Пришло восстановление Евгения Петровича Лупина, что у нас хотят забрать здание Убербанка и почты, у нас много пожилых людей, и сами, бывает, интернета нету заплатить за детский садик, за, там, вывоз мусора, да, деньги снять. Нам некуда, кроме Сбербанка и почты, и хотят забрать его. Мы бы тут, у нас нету кабинета лесника, мы ездим к нему домой, к леснику. Ну, получается, звоним, мы договариваемся, возим на лес бумаги, заявления. Ну, а у нас единственное, что есть, это почты Сбербанка, тоже хотят забрать. Скажите, пожалуйста, сколько человек работает в Сбербанке и на почте? Ну, в Сбербанке один человек, кассир работает, а на почте, я не знаю, наверное, человека четыре, там, пять, это все останутся без работы, это опять безработица получается. И у нас мы постановления писали, проекты писали на освещение, у нас нету освещения. Вот я приезжаю, да, я работаю в Князь Волконке, я приезжаю поздно со смены домой, повернуть, а поворот я не вижу. У нас вот недавно тигр ходил, освещения нету, дети ходят в школу, да мы сами идем, в магазин где-то сбегать, да, и боишься уже вечером выйти, потому что у нас ходит тигр, вот там на 26-м и вот здесь поснимал собак с цепи прям, остались собаки, одна цепь осталась, а собак нету, как бы уже страшно, вот уже. И писали проекты, я лично ходила к Евгению Петровичу, потому что нет освещения, говорю, я боюсь улететь во враг. Он говорит, все проекты подаем, а нам Крывая отказывает, Дегтярев нам отказывает. Вот я вот думаю, что наш Сергей Иванович Фургал нам никогда бы не отказал, он всегда бы приехал, он бы посмотрел, он выделил. Надо деревни поддерживать, надо деревни поднимать, а они, получается, на деревне вообще плюют. Это мы остаемся без лекарств, без отделения Сбербанка, мы остаемся без почты. А где нам почта? Вот я выписываю, да, через интернет, через Алиэкспресс. Это куда мне? Это мне придется в Перьясовку ехать, забирать. Дегтяреву, вот честно, на нас наплевать, на деревню. Сейчас даже Министерство сельского хозяйства давало ответ о том, что если бы это здание было в собственности, по программе развития сельских территорий, можно было произвести здесь ремонт. Ну, сами понимаете, что сейчас пробури скважину, заведи воду, вот тебе центральное водоснабжение. Сделай, вкопай емкость автономное шамбо, выведи систему канализации, вот тебе, как говорится, и все удобства в тепле и так далее. Было его помещение. Да, то есть, и причем данное помещение, ну, практически одно единственное, выполнено с железобетонных панелей, ну, у него керамзита железобетонные панели, то есть, соответственно, срок его эксплуатации большой. Проведи только косметический ремонт во всех помещениях. Ну, сегодня, к сожалению, Почта России вот сейчас закрыта, туда не попадем. И кровлю, допустим, все им эксплуатируем для собственных нужд, для муниципальных нужд. Аукционная цена продажи данного здания 544 тысячи рублей. Ну, если взять по сравнению с нашим знаменитым в 650 тысяч особняком, то это, наверное, неподъемная цена для правительства Хабаровского края. Это, наверное, уже последний у нас крик, как говорится, души. Потому что куда только не обращались мы. С 15-го года мы обратились сюда, в администрацию. Ну, это самое, 16-го уже мы начали писать везде. Писать и ходить. В общем, это самое... Ну, вот вчера, пока нас дома не было, как говорится, это вечером протопили немножко. А сегодня, вот, с самого утра мы топим, у нас всего 16 градусов. Полы провалились у нас спали, но мы заделали их по это полы. Все, что можем, своими руками мы еще подделываем. Но скоро уже рухнет потолок у нас, потому что печка у нас уходит. Здесь грибок съел у нас уже все. Здесь пол вот проваленный, ну, мы диван поставили. Так вот это сам. Ну, тут... Здесь вот в этом году хотели потолок хотя бы сделать, чтобы, ну, чистенько было все приятно. У нас потекло с той стороны, по крыше, а там все уже развалено. По крыше потекло, вот оно, все у нас. Обращались и Министерство, Минстрой наше обращались, Хабаровские, Министерство ЖКХ обращались, мы писали. Нам от футболи вот нас сюда. Сюда, к нам, в район. А у нас не здесь нету ни жилья, ничего нету вообще. Ни в районе, ни у нас здесь. Ваше жилье является аварийным? Да. У нас аварийное, оно признано. Были колодцы, было все завалено. Теперь. В общем, пока были мужики живые, было кому треливать воду. Те возили. А не стало никого, и с водой стала беда. Значит, ну, брали-ка, откуда я брала воду. Снега, в прошлом году снега было много. Меня снег спасал. Котлован, там выраты есть. Котлован, и воду набирала. Ну, как-то так. Потому что другого места не было никак. Как долго была эта проблема? Как, ну, два года я вот этого занималась, этим делом. Без воды. Ну, а потом уже просто мне выхода не было. Мне нужно было, ну, нужно было что-то решать. Тут никак денег нету, никак не могут. Ну, как-то что-то надо делать. Ну, написала жалобу. Куда? Написала жалобу нашему президенту. Тут мне написала жалобу. Где-то в конце марта, наверное, да? В конце марта была жалоба. А 14-го, так быстро, от Переясловка приехал. Ну, сразу, конечно, пошел вот этот шум. Там и в доме ветеранов поднялся шум, потому что я же там. А тут пошла жалоба от меня. Ничего понять не может. Объяснить им пишут. Ну, короче говоря, Переясловка прилетела сюда. Есть такая Тимушка. Она приехала, прошлась по Переулку и говорит. А где вы воду берете? Я говорю, ну, вот снег, вот котлован. Так, в общем, а была еще с кем-то, какой-то мужик был с ней. Покупайте емкость, и мы вам будем скоро возить воду. Я говорю, вы что, совсем с ума сошли? Схоро сюда возить воду. Это сколько я буду за эту воду платить? Она мне будет золотая, мне пенсии не хватит платить за нее. Я плачу по 900 рублей. Я говорю, ну, вы платите по 900 рублей. Краны крылья, вода потекла. А мне-то надо ее... А зимой где я буду хранить эту воду? Это куб нальет мне воды, и что я должна с ним делать? Костер разводить вокруг него? Нет, не будет вам никакой колонки, не будет вам ничего. Я говорю, ладно. Меня вызывает губернатор. Вот я поеду к губернатору, и там что-то решится. Нет, значит, нет. Да, значит, да. Будем что-то делать дальше. Ну, все. И меня вызвал губернатор. Мы поехали к нему, и, в общем, он сказал, что колонка будет. Ну, колонку пробурили, колонку сделали. Я, конечно, благодарна за это, что мне колонку сделали. Мы деньги людям не выплатили. Почему? Ну, а дальше, наверное, мне надо дать свои пояснения. Значит, в действительности проблема по водоснабжению на территории сетинского сельского поселения, включая поселки Змейка, Шаповаловка и 34-й километр, была часть вопросов мы, благодаря поручению президента, закрыли в 2019 году, пробурили 24 источника водоснабжения. Но, к сожалению, мы не могли превысить количество проектов более трех, и поэтому село Шаповаловка осталось неохвачено именно источниками водоснабжения. Да, ранее люди, значит, покрывали свои надобности путем забора воды из шахтных колодцев, которые в связи со своей старостью, ветхостью обрушились и представляли собой угрозу для жизни и здоровья. Значит, Галинина Степановна была предложена решить вопрос путем решения вопроса через руководителя нашей страны. Чем она и воспользовалась? Она, конечно, написала, я бы не назвал это жалобы, а написала обращение с изложением. Там суть жизненно важной своей проблемы, что она в действительности пользуется, вынуждена, вернее, пользоваться водой как дождевой, так и талой водой, то есть путем снега, либо в период, когда отсутствует какая-либо вода, это с естественного озера, короче. В действительности Галинину Степановну приглашал губернатор Хабаровского края на личный прием, где были даны ряд поручений о необходимости решения данного вопроса. Значит, после данного приема администрация муниципального района попросила меня пригласить подрядчиков, которые выполняли бурение скважин в 2019 году для того, чтобы реализовать. Но работы надо было выполнить в долг с условием того, что расчет за выполненные работы будет произведен за счет средств грантовой поддержки путем прохождения проекта ТОС «Дом». То есть получается, грубо говоря, так. Мы поручение президента Российской Федерации, ну я имею в виду в лице правительства Хабаровского края, исполнено, а то, что ребята выполнили это в долг, никого из них не интересует. Но я считаю, что вот эта ситуация с непрохождением проектов ТОС от сетинского сельского поселения, ну, тем, что сбылись те, ну, сказать, наверное, не угрозы, а предостережения представителями политической партии «Единая Россия» о том, что если жители выберут меня, то перекроют нам финансирование, включая и финансирование по ТОСам, они сбываются. Данные высказания, конечно, были сделаны Иван Сергеевичем Прилепским, который представляет региональное отделение партии «Единая Россия», а именно отделом, не забыл, как пропагандической этой работе, значит, он конкретно лично мне заявил о том, что данные, так скажем, наставления были даны руководителям нашего региона. А также, когда он встречался с руководителями организации, ну, там чуть-чуть в другой была форме, это все высказано, что вы подумайте, если вы выберете главой ОПИНА, то, соответственно, финансирование будет перекрыто, и очень жаль, что в этом случае пострадают жители поселения. Я считаю, конечно, что данные угрозы в настоящее время воплощаются в жизнь, и все проекты, которые я считаю жизненно важные для населения, причем хочется тут заметить и отметить то, что это не хотелки администрации поселения, а это жизненно важные хотелки жителей, от которых зависит и жизнь, и здоровье наших граждан. И ни один из поданных проектов, в том числе и водоснабжение, и уличное освещение, не прошел. И тут прям, я думаю, что прослеживается чье-то поручение.